Друзья, вот и отгремел турнир ACA 160, долгожданное бойцовское событие, в карте которого было много интереснейших противостояний, много статусных боев, 2 титульных боя, 3 5-раундового противостояния, соответственно, 3 четверть финальных поединка. Изначально ACA 160 включал в себя 18-19 поединков, из них 6 5-раундовые, но по тем или иным причинам некоторые поединки сорвались, такие как Вахаев-Пономарев, четверть финальный поединок Гран-при в тяжелом весе, такие как Аскар Аскаров, Азамат Кирефов, тоже долгожданное противостояние, бой двух экс-чемпионов организации, к сожалению, Аскар получил травму, точнее у него были проблемы со здоровьем, скажем так. Ну и Мерди Байдуллаю против Ахмеда Мусакаева, Ахмед Мусакаев получил травму, выбыл, все эти поединки перенесены на разные, скажем так, турниры, но даже то, что было в рамках ACA 160 не разочаровало зрителей, потому что бои получились зрелищными, поединки получились яркими, много нокаутов, много финишей, и знаете, можно смело сказать, что ACA 160 удался, это 100%, и почему, скажем так, мы даем такую оценку данному ивенту, давайте постараемся рассказать вам. Главное противостояние вечера, начнем с конца сразу, титульный бой в полусреднем весе, Виталий Слепенко, обладатель пояса против претендента Устер Магомеда Гаджидаудова. Начнем с того, что этот поединок мог не состояться, потому что изначально соперником Виталия Слепенко был Абубакар Вагаев, был назначен незамедлительный реванш, почему? Потому что Альберт Туменов не был, скажем, готов ждать Виталия Слепенко долго, он хотел подраться до Рамадана, соответственно, подравшись до Рамадана и пройдя уже один круг в рамках Грам-при, мы должны были дать соперника Виталию Слепенко, и было таких два явных варианта, Вагаев или Гаджидаудов. С одной стороны, с Гаджидаудовым бой стилистически лучший, что мы, в принципе, и увидели более яркий в стойке, с другой стороны, предыстория с Абубакаром Вагаевым, и вопрос от многих, был ли тот финиш случайным, или это была закономерность, многие хотели увидеть продолжение того поединка. Но Абубакар Вагаев получил травму, он очень просил перенести данное противостояние на три недели, на август, но лига дала обещание Виталию Слепенко, то, что в июле он подерется, потому что изначально Виталий просил на май бой, потом на июнь, и в итоге мы поставили его на июль, но у него была просьба, если вдруг Абубакар Вагаев слетит, обещайте мне, что вы найдете замену, и мы ему обещали. Соответственно, когда Абубакар получил травму, мы ему сказали, есть возможность перенести на три недели, возможно, у тебя тоже какие-то определенные проблемы со здоровьем, ну или вот Устер Магомед Гаджидаудов. Виталий Слепенко принял решение подраться, подраться с Устером Магомедом Гаджидаудовым, и, наверное, мы с вами как болельщики, как любители ММА не прогадали, в принципе, мы как организаторы, потому что поединок получился очень-очень ярким. Пять раундов непрерывных усилий, непрерывных попыток забрать этот бой себе, никто из бойцов не давал назад, это было бы лобовое столкновение. Виталий Слепенко подтвердил тот факт, что он обладает очень хорошим кардио, он способен на протяжении пяти раундов, в том числе, драться в хорошем темпе, выбрасывать множество ударов, и, знаете, до поединка было ощущение, что это его главный козырь над соперником, его темп выносливость, и, скажем так, казалось, что Устер Магомед не выдержит этот темп. Но честь и хвала претенденту на тот момент, а уже чемпиону Гаджидаудов, не то что выдержал, он в ответной мере предложил и, скажем так, свои козыри, он принял темп, он выдержал его, он очень много также ударов выбрасывал, он очень много ударов донес до цели. И вообще нужно отметить, что как же много ударов пропускали бойцы, и как они держали эти панчи, ну, уму непостижимо. Столько ударов пропущенных чистых подбородок, локти, ну, с рук и так далее, колени, работа в корпус и так далее, очень-очень много было выброшено ударов. Знаете, можно подетально разбирать этот бой, можно много всего сказать, болельщики некоторые недовольны, говорят, что поезд должен был остаться у чемпиона, но находясь на арене, в принципе, все было отчетливо, видно, Устер попадал более чище, в каждом размене практически он выходил победителем, последнее слово оставалось за ним, плюс борьба также была в его активе, и поэтому мы не будем разбирать по раундам, мы не будем, знаете, вот эти пресловутые какие-то детальные разборы проводить, но в целом картина боя была за Устером. Мы не судьи, мы, скажем так, неправда в последней инстанции, но в данном случае судьи приняли, на наш взгляд, правильное решение. Опять же, вживую просматривая этот бой и воспринимая его через экраны телевизора, создается иногда очень разное впечатление. Те, кто находился на арене, и бойцы, и тренеры, и, в принципе, специалисты, и сами, судьи, довольно единогласно отдали этот бой Устер Магомеду Гаджидаудову. Первые три раунда все судьи отдали Устеру. Четвертый раунд, кроме одного судьи, четыре боковых отдали Слепенко. Ну и пятый раунд. Один судья отдал Слепенко, четвертый отдали Устеру. Соответственно, четверо судей выставили счет 4-1, 49-46, 1-3-2, 48-47. Поздравляем Гаджидаудова, это прекрасная победа. Теперь он выходит на Альберта Туменова. Знаете, есть ощущение, что Альберту Туменову стилистически сложнее было бы с Виталием Слепенко, потому что у него есть этот самый набор навыков. Ноги, руки, колени, локти и так далее. Он более креативный, он более, скажем так, заряженный на драйве. А Устер такой собранный, хороший боксер, который при этом борется, у которого тяжелые руки. Но для Туменова это будет более понятный стиль, потому что он сам боксер, но при этом, я думаю, он будет обладать преимуществом скорости в реакции. Он детали бокса лучше знает, потому что он с детства занимается. Такого парня нужно расстреливать с дистанцией. Но я думаю, Устер будет пытаться попадать с рук и бороть, попадать с рук и бороть. Сможет ли переводить или сможет ли удерживать, если переведет, это большой вопрос. И плюс в данном поединке, мне кажется, Слепенко тактически неправильно поддался, подрался, он поддался эмоциям, он просто захотел, скажем так, дать зрелище, но при этом, мне кажется, он слишком много запускал Устера на ближнюю дистанцию. Хотя мог бы попытаться работать с дистанцией, расстреливать оттуда, не подпускать, не сближаться. Длина конечности ему позволяла. Очень много ненужного ударов на сближении пропустил Слепенко. Но это вопрос к его команде, согласны они с этим или нет. И вы, телезритель, согласны с этим или нет, смотрите сами. Но есть вещи, которые, в принципе, видны невооруженным взглядом. Переходим к главному событию вечера. С одной стороны разочарование, потому что поединок завершился таким образом. Мы увидели огненный первый раунд, была доминация от Алихана Сулейманова. Но бой только начинался и было интересно посмотреть, что будет дальше. Насколько Ислам изменит ситуацию, насколько он добавит в темпе. Ну и насколько Алихан сумеет выдержать этот темп. Насколько он сумеет выдержать, отстоять свое преимущество. Впереди было 4 раунда и могло случиться все, что угодно. Но в первом раунде Алихан попал с этой двойки и сломал палец. Сломал палец, дальше был тейкдаун в его исполнении, добивание, контроль и так далее. Но по словам самого Алихана, он почувствовал холод определенный в руке. Поэтому он пытался беречь правую руку, бил левую и так далее. А потом, когда они разошлись по углам, он посмотрел на свой палец, увидел его. И тогда, говорит, пришло осознание и боль усилилась. И в принципе, уже было понятно, что драться и быть конкурентом дальше он не сможет. Но Алихан принял решение подраться. Я лично сам слышал, находясь рядом с углом. Он сказал, дайте мне выйти, победить или проиграть, не важно. Я буду драться до конца. Не останавливайте этот бой. Честь ему и хвала. Но, скажем так, все уже было понятно. Потому что с такой травмой делать захват, он попытался даже. Свалил соперника, сделал тейкдаун, попытался перейти на удушающий во втором раунде. Но когда у тебя нет захвата, это прописная истина. Ты не можешь бороться. И Алихан потерял свое главное преимущество. Ну а Ислам Амаров молодец. Что сказать? Ислам дрался и готов был драться дальше. Он заряженный был и набирал обороты и так далее. Кто-то скажет, что это, скажем так, не совсем справедливо. Алихан вел бой, получил травму. Это не совсем победа. Кто-то скажет, что Ислам Амаров только начинал, вспомнив тот же поединок против Абдурахмана Тимирова, когда Ислам проиграл явно первый раунд, но потом очень уверенно второй и третий раунды забрал. И возможно, вот, скажем так, было повторение той ситуации. Смотрите сами. Приверженцы, какой версии вы? Доминировал бы дальше Алихан или Ислам набрал бы обороты и переломил ход встречи? Это нам уже не узнать, по крайней мере, в данном поединке. Но узнать, я думаю, в будущем. Пройдет гран-при и как бы Ислам не выступил, есть смысл провести их реванш. Потому что, во-первых, он уже раскручен, даже, в принципе, уже сейчас. Во-вторых, стилистически очень хорошо бойцы подходят друг для друга. Ну и в-третьих, должна быть поставлена точка. Если Ислам выиграет, если он пройдет этот путь, еще два поединка проведет, я думаю, Алихан поправит здоровье, вернется, проведет один-два боя, и, в принципе, выправив свои позиции, хотя он и так на первом месте в рейтинге находится, просто закрыв, скажем так, поражение, подойдет к этому бою еще более злее. Ну и, соответственно, Ислам не захочет отдать то, что у него есть. И тогда мы получим очень яркое противостояние. Ждем. Будем следить за Исламом в Грам-при. Ну и, соответственно, смотреть в сторону Алихана, сколько он будет восстанавливаться, когда вернется, и с кем подерется. Идем дальше. Четвертьфинальный поединок в этой же весовой категории. Курбан Тагибов против Луиса Лаурентина. Луис Лаурентина очень крепкий парень, который хорошо зарекомендовал себя в рамках Грам-при ПФЛ. Он дрался в России и выиграл у очень крепкого Абдулмуталиба Гайрбекова. Вышел на замену Ливану Макашвилю в марте и очень достойно подрался с тем же Исламом Амаровым. Создавал довольно опасной ситуации. Накинул треугольник и в стойки попал хороший, миддл кик и так далее. Но в этом поединке Тагибов просто задавил его. Просто задавил своей скоростью, темпом, желанием, яростью. И такое ощущение, что просто без шансов. Просто проехался Курбан. Хотя до боя была интрига. Даже многие говорили, что Луис Лаурентина может стать очень серьезной проблемой для Курбана. Но в поединке все получилось наоборот. Курбан буквально проехался по оппоненту. Вышел в полуфинал и ждет победителя пары Биберта Туменова и Лэнс Палмер. Это тоже очень интересный бой. Многие называют фаворитом Биберта Туменова. И сам Курбан говорит, я считаю, что Биберт проедется по Лэнсу Палмеру. Буду ждать его в полуфинале. И как он сказал в личной беседе, Асламбек будет мясо. Ну и нужно отметь, что Ислам Амаров подерется с Алексеем Полпутниковым. Это тоже интересный бой. Алексей набрал ход. У него 5 побед подряд. Он яркий ударник. У него тяжелые руки. Защита от борьбы у него выходит на новый уровень с каждым боем. Но Ислам Амаров это очень-очень тяжелая задача. Будет интересно и любопытно понаблюдать за тем, как Алексей попытается решить эту задачу. Конечно же, Ислам как чемпион, как непобежденный боец с рекордом 14-0 будет фаворитом. Но вы никогда не можете списывать со счетом. Мощь Алексея Полпутникова, его руки тяжелые, они всегда могут принести ему результат. И как он сам сказал, его очень хорошее, скажем так, качество заключается в том, что его нокаутирующий удар, нокаутирующая мощь сохраняется на протяжении всех 5 раундов. А это очень важный фактор. Франциско Далима Масиель против Абдурахмана Дудаева тоже очень близкий бой. Масиель был недоволен. Он считал, что он выиграл. Это был реванш. В первом поединке Абдурахман выиграл техническим нокаутом добивания в первом раунде. Бой был слишком легким. В этот раз Дэйсис уперся. Это было довольно такое конкурентное противостояние. И первый раунд Франциско Масиель в нашем понимании забрал, потому что был и нокдаун и так далее. Но нужно считать удары. Судьи разделились во мнении. Трое судей отдали как раз таки первый раунд Абдурахману Дудаеву. Интересно. 3-2 первый раунд. Второй раунд. Все судьи отдали Абдурахману Дудаеву. И третий раунд. Кроме одного все судьи отдали тоже Абдурахману Дудаеву. Получилось 29-28, 30-27, 30-27, 29-28 и 29-28. Но знаете, лично мне показалось, что первый раунд забрал Масиель, потому что вот когда Абдурахман бравировал, он не попадал. И нокдаун такой флэш был и так далее. Но опять же нужно считать удары, но по ощущениям казалось так. Во втором раунде Абдурахман взвинтил темп, уже более серьезно начал относиться к сопернику. Забрал раунд, 1-1 было на моих судейских карточках. Ну и третий раунд. Абдурахман ввел, он также притинговал, бил больше, попадал. Но в конце был перевод и больше минуты вроде контроля со стороны Демасиеля. Но абсолютно никаких попыток удушающих не было, добиваний не было, попытки улучшить позицию, что-то сделать. Поэтому третий раунд тоже у меня ушел в пользу Абдурахмана. И 29-28 получилось. Но в принципе трое судей со мной согласны. Но с нами не согласен Деосис, он просит третий бой. Он очень жаждет, скажем так, забрать победу Абдурахмана, считает, что его обокрали. Что считаете вы? Оставляйте свои комментарии. Будет ли третий бой или нет? Ну не знаю, насколько сейчас это имеет смысл. Павел Витрук все три раунда забрал у четырех судей. Но один судья все-таки отдал первый раунд Сильвану. Но преимущество Витрука, оно было очевидным, мне кажется. Он попадал больше, он блокировал борьбу. Его тоннаж ударов был выше и так далее. Ну в принципе победа такая. Без какого-либо риска, наверное, для себя. Витрук не рисковал, он просто методично по нарастающей разбивал оппонента и не оставил никаких сомнений в своей победе. Ну и Хердесон Батиста против Рамазана Кишева. Что тут сказать? Это был яркий нокаут, хороший тайминг от Батисты. Батиста набирает обороты. Он нокаутировал Амирхана Адаева, он нокаутировал Рамазана Кишева. И с этим парнем нельзя не считаться. Он набрал обороты. И для любого в легком весовом дивизионе Батиста будут проблемы. Вероятно, при определенных раскладах Хердесон попадет даже в гран-при. Но там есть Дэви Рамаз, его, скажем так, наставник. Их, естественно, придется развести по сетке. Но такая вероятность существует. Не то, чтобы это должно произойти, но существует. Батиста молодец. Очень-очень яркий бой. Ну и Рамазан Кишев, конечно, тяжело смотреть на такой нокаут. Но эта часть спорта, тут уже ничего не поделаешь. Ибрагим Магомедов против Хусейна Кушагова. Такое кавказское дерби, принципиальный поединок. В среднем весе очень хороший бой. И знаете, после двух раундов Хусейн Кушагов вел 2-0. Первый раунд ему отдали все судьи. Второй раунд ему отдали как раз-таки трое судьи. Соответственно, он вел 2-0 на карточках судьи. И слишком откровенно в третьем раунде отдал инициативу. Слишком откровенно пошел в борьбу. Хотя Хусейн Кушагов обладает тяжелым ударом. Он, мне кажется, мог бы попробовать. Как раз-таки попытаться и на встречных курсах поработать. И в ответной мере поработать. Потому что больше нужно было Ибрагиму Магомедову. Ему нужно было отыгрываться. Но тактически, возможно, и функционально немного подсел. Хусейн Кушагов допустил ошибку. И выхватил колено навстречу. Прекрасный тайминг со стороны Ибрагима Магомедова. Очень своеобразный выброшенный удар. И его желание забрать бой, несмотря на то, что он проигрывал по очкам. Его работа по нарастающей также вызывает уважение. Кто-то говорит о добивании, которое было после нокаута. Что это были лишние удары. Но, ребята, в пылу борьбы, в пылу боя тяжело контролировать себя. Давайте просто понадеемся на то, что Ибрагим Магомедов сделал это не специально. В принципе, так же, как и Хердесом Батиста. Когда ты нокаутировал соперника, ты же не можешь оценить его состояние. А вдруг он придет в себя и выиграет. А представляете, какое терзание потом будет внутри. Поэтому легко рассуждать со стороны. Внутри они бойцы, они выходят драться. Да, неприятно смотреть на такие вещи. Но это часть спорта. С другой стороны, красивый нокаут для хайлайтов. Я думаю, по крайней мере, нейтральные зрители точно порадуются. Ну и старший брат Хердесона Батисты, Герберт Батиста против Амирхана Адаева. Знаете, Амирхан Адаев перед этим боем даже пошутил. Говорит, ребята, мне что, со всем родом Батисты, скажем так, передраться? Почему вы мне дали снова Батисту сразу после того поединка? Символично немного получилось. Но что есть, то есть. Оба находятся в ростере легкого весового дивизиона. Поэтому бой был довольно-таки логичен. И бой был довольно конкурентный. Первый раунд Батиста забрал. Все судьи отдали его ему. Второй раунд. Трое судьи отдали Амирхану Адаеву. Двое также Батисте. Вот тот самый Спурт, помните, во втором раунде, когда Амирхан просто поднял темп, бойцы зарубились. Адаев попадал больше. Это был очень серьезный момент. Я думаю, он войдет во многие хайлайты. Это было зрелищно. За счет этого Амирхан забрал второй раунд. Но я считаю, это был ключевой момент в поединке. Потому что третий раунд уже все судьи отдали Адаеву. Вот не соверши этот Спурт во втором раунде, победа ушла бы Герберту Батисте. И так двое судей второй раунда дали ему. Поэтому очень своевременно включился Амирхан. Подтвердил свое прозвище Хищника. Это действительно был впечатляющий. Яркий бой. Поздравляем Амирхана с победой. Ну а Батиста прервал свою серию из двух победных поединков. Но при этом выглядел довольно хорошо. В будущем он будет как минимум конкурентен с любым бойцом. И Сильва Магомедов. Магомадов, точнее. Висхан Магомадов буквально обрел, знаете, вторую молодость. Он одержал четыре победы к ряду. Он расцвел в полусреднем весе. Он дает серьезный темп. Он восстанавливается хорошо. Он взрывной. Он заряженный. Первый раунд. Также были нокдауны. Попадания от Висхана Магомадова. Очень тяжелые, увесистые. Ну и во втором раунде Висхан завершил то, что оформил яркий нокаут. Первый раунд один из судей даже 10-8 отдал пользу Висхана. Ну и нужно учитывать, что, насколько я помню, Митчелл Сильва ни разу не был нокаутирован. И Висхан Магомадов это сделал. Это стоит дорогого. Поздравляем Висхана с этой яркой победой. С бонусом за досрочное завершение поединка. Я думаю, он ему как минимум не помешает. Нашхо Галаев против Деканова. Ну, откровенно говоря, это была третья замена. Парень, который вышел на замену за несколько дней до поединка. Уже, чтобы спасти поединок, мы организовали данный бой. Понятно, что Нашхо был фаворитом. И он оправдал свой статус. Он нокаутировал Деканова. Хороший удар в печень. Нашхо зрелищный боец в своем стиле. Но сейчас на повестке дня становится вопрос реванша с Томашем Дека. Который нужно, скажем так, провести. И завершить ту историю, которая была неоднозначная. Ну, или реванш против как раз-таки Альберта Мисикова. Это тоже будет интересно. Тем более, что Мисикова дрался как раз-таки перед Нашхо Галаевым. И провел очень-очень равный поединок с Эльмурзаевым. И много споров возникло в этом поединке. Также супер-супер близкий бой. Первый раунд все судьи отдали Эльмурзаеву со счетом 10-8. Потому что была доминация, был ущерб. Ну, просто от начала до конца. Это даже не обсуждается. Во втором раунде очень, скажем так, плохо начал Эльмурзаев. Такое ощущение, как будто он немного испугался своего же преимущества. Непонятно пошел ногу, накрылся, ну, проход в ноги накрылся. Потом попытка привести болевое на ногу. И в это время Альберт добивал его. Очень тяжело добивал. Очень, скажем так, разрушительные были панчи со стороны добивающей Альберта. Но потом Ахмадхан выпрямил ситуацию. Он оказался сверху, оказался в маунте. Также добивал. Тяжело ли или не тяжело, непонятно. Но вот как раз таки ключевой второй раунд. Когда двое судей отдали Эльмурзаеву и трое отдали Мисикову. И причем, знаете, кто отдал Эльмурзаеву этот раунд? Это те судьи, которые находились как раз таки в радиусе добивания того самого Эльмурзаева. Когда один с одной стороны, другой с этой, воочию, близко видели, что происходит в тот момент. И насколько разрушительно добивание Ахмадхана. А те, кто находились за спиной, те, кто смотрели за спиной и монитор, они, скажем так, не оценили те добивания. И, видимо, решили, что атаки Мисикова, они были более разрушительными. Поэтому такой ключевой момент, скажу честно, очень спорный. Мне казалось, что первые два раунда выиграл Эльмурзаев. И все-таки концовка, и контроль, и, скажем так, нахождение в маунте. И все это. И в целом, если мы берем раунд, да, там в целом такое равенство, но концовка. И мне тоже казалось, что Эльмурзаев забрал этот бой. Ну, а третий раунд, конечно, там уже без вопросов. Мисиков доминировал, но не настолько, чтобы забрать 10-8. Потому что Эльмурзаев перевернул, оказывался сверху. Что-то было, но в целом преимущество Мисикова в этом раунде было. Что, в принципе, все судьи поставили 10-9. Соответственно, у троих судей оценки получились 28-28. А двое судей отдали этот бой Эльмурзаеву 29-27. И, соответственно, у меня тоже, кстати, 29-27 получилось. И когда двое судей отдают Эльмурзаеву, а троим другим, скажем так, дается право выбора. И все эти судьи, когда равный счет получился, отдали преимущество Мисикову. Они посчитали, что последний выигранный раунд играет в его пользу. Когда получается ничья, то в лиге ACA такое правило. Судьи отдают победу тому, кому посчитают нужным. В общем, очень-очень обидное поражение для Эльмурзаева. Если была бы ничья, это была бы ничья. Но выиграв на карточках у двух судей и трех ничейных, скажем так, карточках, потерять преимущество, наверное, обидно Ахмадхану. Тем более, он шел после поражения и очень хотел выиграть. Но то же самое можно сказать про Мисикова. Он потерпел очень-очень обидное поражение от Нашхо Галаева, когда у него была сломана челюсть и бой остановили. И это было обидно для него, хотя он был конкурентом в том поединке, но принял много ущерба на себя. Безусловно, яркий, зрелищный боец. Он оправился от травмы, обладает характером. И пережив в первом раунде такое избиение, он вернулся. Забрал второй и третий раунд на карточках у некоторых судей. Кто-то посчитал, что второй, опять же, повторюсь, у Эльмурзаева был. Но в любом случае, Мисиков проявил характер, и это вызывает уважение. Классный, волевой, зрелищный боец. Ну, и в этом противостоянии, знаете, наверное, очень обидно проигрывать, потому что вот, когда такой бой, и поднимают не твою руку, это досадно. Я считаю, большое будущее у Альберта и у Ахматхана, если они сделают правильные выводы. Ну, Мисиков, можно сказать, уже сделал правильный вывод, раз он выиграл. Но, с другой стороны, есть определенные пробелы. Много пропускает, большой ущерб принимает. Так нельзя, тем более он молодой, находится в начале своего пути. Ахматхан Эльмурзаев в прошлом бою также проиграл, выиграв частую первый раунд, потом отдал шею. И удушающий прием, скажем так, был исполнен его оппонентом. И сейчас также есть вопросы, наверное, к психологии у Эльмурзаева, когда он выигрывает, а потом резко как бы ломается. Не то чтобы ломается, но отдает преимущество. Ну, и вопрос к функционалу. Оба молодые, оба будут прогрессировать. И почему я акцентировал внимание на этом поединке? Потому что, как по мне, это лучший бой вечера, если не считать, как раз таки финальный поединок. Потому что здесь была и драма, здесь было все, и смена позиций, и интрига. Если мы говорим об интриге, даже этот поединок предпочтительнее для меня, чем главный бой вечера. Итак, друзья, турнир ACA 160 позади. Крутое бойцовское событие. 4 тысячи человек на ЦСКА арене. Отдельно, скажем так, определенной зоне для этого турнира. Была хорошая атмосфера, были эмоции, были нокауты, были финиши. Большинство поединков завершилось финишами. Поэтому ждем турнира ACA 161. Он уже, скажем так, на радаре. Он скоро состоится. 6-5 раундов противостояний. И следующее бойцовское событие обещает быть даже более зрелищным. Поэтому следите за поединками, следите за новостями, следите за раскруткой. Принимайте участие, оставляйте комментарии. Лига ACA набирает обороты.